Города разные, проблемы одни. В Наринмаре завершился съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Представители из 30 городов, таких как Норильск, Мурманск, Сыктывкар, Якутск и других, собрались на одной площадке, чтобы обсудить самые актуальные вопросы. Об итогах встречи расскажет Любовь Пермякова. Уже в 35-й раз представители более 30 городов собрались на одной площадке, чтобы обсудить самые острые проблемы. Провел съезд президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера член Общественной Палаты Российской Федерации Игорь Шпектор. Программа, которая была намечена, она полностью выполнена. Даже несколько дополнительных вопросов было решено. Поэтому я считаю, что съезд прошел успешно. В работе съезда приняли участие известные общественные деятели. Среди них первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, вице-президент Союза городов Валентина Пивненко. Когда принимаются в Государственной Думе законы, мы ведь опираемся на экспертное сообщество, которое имеет отношение к той или иной проблеме. Идут споры, идут дискуссии, идет обсуждение на комитетах. Потом рождается закон в Государственной Думе. Он приходит в Совет Федерации, подписывает президент. Делегаты обсудили проблемы формирования и реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, укрепления доходной части местных бюджетов, проблемы реализации 44-го федерального закона в районах Крайнего Севера и другие важные темы. Союз функционирует достаточно активно и всегда есть какой-то результат. Поэтому я надеюсь, что по целому ряду вопросов, которые сегодня мы обсуждали, будет результат, выход будет на правительство Российской Федерации, на президента Владимира Владимировича Путина и на Государственную Думу и Совет Федерации. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера уже не раз доказывал свою эффективность. Он внес вклад в подготовку закона о государственных гарантиях и компенсациях для северян, способствовал принятию государственной программы переселения, обосновал необходимость внесения изменений в законы Российской Федерации об обороне и воинской обязанности и ряда других вопросов. Основные цели и задачи Союза – стабилизация экономики Севера, сохранение уникальной природы, коренных народов и их культуры. В рамках съезда представители городов посетили месторождение Южное Хальчию. Многие главы городов признали, что впервые побывали на месторождении, а некоторые не смогли сдержать эмоции. Хорошие условия работы и проживания и богатую перспективу добычи нефти оценили многие из гостей. Вот это прежде всего нас, северян, радует, что север, он становится не крайне от этого, он наоборот приближается к нашим потребностям, и он настолько богат, что это богатство надо брать, конечно, очень разумно, естественно, и распределять его среди нашего отечества точно так же рационально. Вот спасибо большое за такую организацию поездки. Также для делегатов съезда была организована богатая культурная программа участия в праздновании 80-летия Наринмара, посещения музея Нинецкого чума. Сегодня я был у вашего шамана Николая. Я делал подношения духом этой земли, духом немецкого народа. Поэтому я, наверное, счастлив сегодня и сейчас. На праздничном концерте почетную медаль члена Союза городов Заполярье и Крайнего Севера получил наш губернатор Игорь Кошин. Я хочу вручить медаль нашего Союза городов Заполярье и Крайнего Севера. Мы готовы еще раз быть у вас и провести еще раз встречу. 35-й съезд закончился. Организация съезда Союза городов Заполярье и Крайнего Севера проходила на высоком уровне. Известные общественные деятели отметили, что округа большое будущее и пожелали, чтобы Наринмар был не просто столицей, а столицей русской Арктики. Любовь Пермякова, Сергей Качиков, Александр Усачев, Телеканал Север.